Время новостей на телеканале АКТИС, студия Андрей Иванов. Здравствуйте и коротко о главных темах выпуска. Без связи с центром в поселке Мегет Ангарского округа закрыли виадук, соединяющий две части населенного пункта. Мы то, что мы едим. 2 июня отмечается День здорового питания. Центральная детская школа искусств Ангарска в торжественной обстановке завершила учебный год. Как итог 40 выпускников, 7 из них отличники. А теперь обо всем подробнее. Российские железные дороги запретили обустройство объездного пути в поселке Мегет. Гравийную дорогу там хотели проложить в качестве временной альтернативы аварийному виадуку. Он связывал две части населенного пункта, но из-за угрозы разрушения движение по нему полностью приостановили. Сейчас жители поселка, разделенная железная дорога, испытывают значительные трудности в части транспортной доступности. Почему так вышло и каковы пути решения узнавал Егор Сорокин. Этот путепровод соединяет центр Мегета с окраинными улицами. За мостом располагается местная птицефабрика, деревня Зуй, поселки Ударник и Сибизмир. Как только виадук признали аварийным, здесь установили конструкцию для ограничения габаритов проезжающего транспорта. Но и она спустя несколько лет пришла в негодность. 27 мая мост пришлось окончательно закрыть. В среду представители администрации округа встретились с местными жителями, чтобы найти альтернативные пути решения проблемы. Один на один вы не останетесь. Мы для того, чтобы приехали, чтобы посмотреть, определить проблематику, посмотреть, действительно сделать дороги проезжаемые, доступные. Да, получается крюк. Но связь не прервется. Связь будет точно такая же. Техника будет проходить точно такая же. И пожарная, и скорая помощь. Стоит отметить, что проект реконструкции виадука подготовлен уже давно. А торги на выполнение работы объявили ещё в марте прошлого года. Однако заявку не подала ни одна подрядная компания. В общей сложности аукцион проводили семь раз. Но всё без результата. Теперь мост представляет угрозу даже без нагрузки. Рабочие уже приступили к сносу одного из пролётов. Тут же встал вопрос об организации объездного пути. Наиболее короткий обход через посёлок Вересовку. Он проходит под железнодорожным мостом. Но когда в мэрии уже готов план работ, выделены деньги, техника вышла на объект, руководство РЖД перекрыло движение в этом участке, установив сваи. Решение было категоричным, несмотря на то, что ситуация чрезвычайная. Накануне состоялось заседание КЧС. Будет организован аптечный пункт в ФАПе – дополнительная работа продуктового павильона. Сейчас руководству округа необходимо обеспечить жителям доступ к социальным объектам, предоставить транспорт, который будет доставлять людей в нужные им локации. Вопрос – каким путём? Будем организовать проезд в сторону Иркутска, вот части, которые находятся в железной дороге, с дорогой по Старому Московскому тракту. Сегодня работы начаты, в ускоренном темпе их проведут. Осуществляем ремонт Старого Московского тракта от НПЗ до деревни Зуи и далее. Но временные решения не снимают самой проблемы. МОЗ необходимо отремонтировать как можно скорее. Это понимают все. Подрядчика на восстановление переправы теперь будет определять областное министерство закупок. Ожидается, что на ремонт уйдет около полутора лет. Необходимые средства на эти цели в бюджете уже предусмотрены. Егор Сорокин, Олег Левченко, Местное время. 2 июня в России отмечается День здорового питания. Этот праздник родился 12 лет назад. И хотя он фактически не отмечается, это отличное напоминание о том, что ежедневный прием пищи требует внимания и осознанности. О том, как важно соблюдать правильное питание, знает Анастасия Москаленко. Анна Бессонова – консультант в сфере диетологии. К ней ежедневно за советом обращаются люди с избыточным весом. В большинстве случаев это те, кому за 40. Но, как отмечают специалисты, с проблемами ожирения все чаще сталкиваются и более молодые. Основная причина кроется в неправильно сбалансированном рационе. Сейчас особо популярны фастфуды и уличные павильоны, которые предлагают ароматные аппетитные перекусы. Однако, именно в них содержится много насыщенных жиров, сахара и калорий. Правильное питание зависит от того, что вы кушаете. Если вы кушаете неправильные продукты, вбивается ваш режим питания, все это вредит вашему здоровью. Сахарный диабет – это самое распространенное заболевание, когда человек переедает много сладкого. Согласите, что сладкое можно заменить много разными вкусными фруктами и ягодами. А сейчас самый сезон данных продуктов. Используйте эту корзину в своем же влаге. Хоть и говорят, что спорт – это не про здоровье, однако умеренные нагрузки помогут снизить вес и улучшить настроение. Ведь при физических занятиях вырабатываются эндорфины – гормоны радости. А правильно подобранный тренер поможет составить программу и дать нужные советы. Каждому человеку необходимо заниматься спортом. Это активность, это долголетие и красивая жизнь. Питание – это у нас 70% успеха. Без правильного питания, в принципе, результата можно не ждать. То есть это и как внешний, так и внутренний данный человек. Советую всегда, когда покупаете тот или приобретаете тот или иной товар, обязательно обращайте внимание на состав. Там все указано в граммах, и это вам поможет обязательно. Исследования ученых показали, что люди порой едят не потому, что испытывают чувство голода, а потому, что они удовлетворены жизнью. Не могут найти лучший способ успокоить себя, например, в стрессовой ситуации. Пища служит обеспечением не физиологической, а эмоциональной потребности – в любви, безопасности или эмоциональном удовлетворении. Когда вы испытываете стресс или влюбленность, вы едите или голодаете? Я голодаю. Почему? Ну, потому что надо в форме держать себя. А подскажите, пожалуйста, для чего вы едите? Ради удовольствия или для того, чтобы удалить голод? Я люблю есть просто ради удовольствия. Это 50 на 50. Скажите, пожалуйста, едите ли вы на ночь? На ночь? Я думаю, что нет. Редко. Почему? Потому что я, когда поужинаю, я уже иду отдыхать, а потом ложусь спать через часа 3-4. Правильно ли вы питаете? Стараюсь. Стараюсь, правильно. Будние, выходные – нет. Все как обычно, как у нас, наверное, большая часть девушек. Расскажите, пожалуйста, хоть раз соблюдали вы диету? Диету? Диету нет, но пытался за собой как-то следить. И как получилось? Да. Вы больше питаетесь правильно или неправильно? Я стараюсь питаться правильно, но у меня плохо получается. День здорового питания и отказа от излишеств в еде нельзя назвать праздником. Он создан для того, чтобы напомнить об ответственности за свой организм. Необходимо знать полезную информацию о том, какие пищевые привычки идут на благо, а какие во вред. Анастасия Москаленко, Олег Левченко, Местное время. Память о героическом подвиге останется в сердцах навсегда. В Ангарске родственникам военнослужащих участников спецоперации вручили ордена мужества. Торжественную церемонию посетили семьи военных, бойцы полка специального назначения, а также первые лица округа. Город, рожденный победой, благодаря героизму тех поколений, которые в свое время стояли за Родину, за Россию. Ангарский появился, появились ангарчане. Сегодня целое поколение ангарчан. Вот, если вот самых маленьких мы видим ангарчан, и за их будущее, за судьбу нашего города, нашей страны, наших людей, ребята отдали свои жизни. Военный комиссар ангарского округа Александр Сурин подчеркнул, что бойцы с честью исполнили свой воинский долг, за что и удостоены такой высокой награды. Константин Икерт, Михаил Ахматов, Игорь Черепков. Их имена не всегда останутся в памяти ангарчан и будут увековечены на мемориале воинам, погибшим в локальных конфликтах. К другим темам в Ангарском музее часов проходит выставка куклы советского детства. Коллекционер из Слюдянки Юлия Черникова привезла в город нефтехимиков уникальное собрание кукол времен СССР. Каждая из них имеет свою историю и символизирует определенный период минувшей эпохи. Автор рассказала, что любимым делом занимается около 10 лет. В моей экспозиции 162 экспоната. Собирала везде, где только можно. По знакомым, по друзьям. Приходилось даже разговаривать с бабушками, умолять их, чтобы они отдавали свои куклы. Для каждой бабушки это память какая-то своя. Выставка куклы советского детства позволяет посетителям окунуться в атмосферу 20 века и увидеть, как менялись игрушки в течение десятилетий. Например, это символизировало дружбу народов. Экспозиция является примером того, что куклы могут доставлять радость не только детям, но и являться культурным наследием, отражающим историю и традиции страны. Благотворительный фонд «Семьи детям» стал участником проекта «Есть решение». В учреждении оказывают помощь сиротам и матерям-одиночкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Но здание уже много лет нуждается в ремонте. В рамках инициативы удалось привести в надлежащий вид несколько помещений. Подробности далее. Общественный фонд «Семьи детям» работает в Ангарске около 15 лет. В небольшом здании, построенном еще в 50-е, проживают около 40 человек. В основном это матери-одиночки из числа сирот. Безвозмездно им оказывают помощь волонтеры и наставники. Однако условия проживания в некоторых помещениях оставляли желать лучшего. Весной этого года, благодаря национальному проекту «Есть решение» начались работы по преображению правого крыла здания. В прошлом году мы отобрали первые 12 проектов, которые на территории будут реализовываться. В этом году уже начали. Один только что видели. Это говорит о том, что есть доверие со стороны фонда, со стороны тех, для кого он работает, и к власти, и к партийной составляющей этой власти. И мы своими глазами увидели хороший результат. За полтора месяца специалисты полностью отреставрировали крыльцо, заменили входную дверь и отремонтировали три помещения. Там будут располагаться спальные места для женщин с грудными детьми, а также игровая комната. Местные воспитанники оказывали работникам посильную помощь и даже успели с ними подружиться. «Получилось у нас теперь три комнаты вместо двух. В двух комнатах это мамочки с сиротами, которая самая светлая, там с младенцами будут, что из роддома. Ну и завтра приезжает мама с тремя детьми, уже заезжает в эту комнату. А средняя – это игровая детская». В течение года проект «Есть решение» позволит реализовать в Ангарском округе 12 инициатив. Главный критерий – актуальность и социальная значимость. Благодаря финансовой помощи в городе будут производиться благоустройства нескольких скверов, разбивка аллей, а также ремонт танцевальной площадки в парке ДК «Современник». Егор Сорокин, Александр Черник. Местное время. Пять площадок для развлечений и творчества. В Ангарской школе номер 37 имени Героя России Аркадия Королькова развернулся масштабный праздник. Он приурочен ко дню защиты детей и долгожданным каникулам. На мероприятие пришли будущие первоклассники, байкеры и сотрудники ГИБДД. Подробности в сюжете. Да здравствует лето! В школе номер 37 – праздник. Виновники торжества – юные мальчишки и девчонки. Будущие первоклассники. В рамках Дня защиты детей для них подготовлена масштабная развлекательная программа. Ее цель – не только подарить радость, но и напомнить о правилах безопасности в беззаботный период длительных каникул. Вот уже второй год подряд мы для наших будущих первоклассников проводим праздник. В первый день лета – День защиты детей. У нас очень большая развлекательная программа. Они у нас сегодня и поют, и танцуют, и рисуют, и спортивные соревнования. Будущих школьников разделили на несколько команд. Впереди пять испытаний. На каждой станции они не только посоревнуются в скорости внимательности и эрудиции, но и познакомятся с учителями. Например, здесь их ждет педагог по физической культуре, которая на протяжении 11 лет будет прививать детям любовь к спорту. А в этом волшебном зале раскрывают творческие таланты. И, похоже, свои звезды уже нашлись. О том, что в образовательном учреждении развернулся летний праздник, слышно по всей округе. И это не только из-за детского смеха. Главным сюрпризом мероприятия стали сотрудники ГИБДД и любители скорости и рева мотора – байкеры. Совместно с нашими мото-братьями и мото-сестрами мы проводим мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Рассказываем безопасности на дорогах и показываем наши мотоциклы. Это на самом деле вызывает большую восторг у детей. Приглашенные гости вызвали у детей неподдельные эмоции. И все потому, что каждый из них получил возможность посидеть на железном коне, а также познакомиться изнутри с патрульной машиной. А это у нас… Можно включить сирену, чтобы нас было слышно и видно, да? Сверху видели, как у нас светится. Кто-нибудь хочет попробовать? Да. Ну давайте. Смех, подвижные игры и отличное настроение – это то, что нужно детям в летний период. А благодаря полученным знаниям можно смело заявить, что каникулы у этих юных мальчишек и девчонок пройдут в безопасности. Наталья Хмелева, Александр Черник, Местное время. Центральная детская школа искусств Ангарска в торжественной обстановке завершила учебный год. Как итог – 40 выпускников, 7 из них – отличники. Но учреждение культуры гордится успехами всех воспитанников. Каждый из них – это выдающийся музыкант или талантливый художник. Заключительным аккордом стал большой концерт, подготовленный школьниками самостоятельно. На праздники побывала и наша съемочная группа. Вероятно, свою нотную партию эта девушка знает отлично, но игра особенно волнительная. На сцене – выпускники Центральной детской школы искусств. Своим выступлением они подводят черту уходящего учебного 2023 года. Педагоги трепетно ждут этого трогательного момента. Как раз этот концерт готовят у нас выпускники. Если все учебное время над этим работают преподаватели, над всеми концертами, то вот выпускной, преподаватели становятся слушателями и зрителями, а все нам представляют наши выпускники. Настоящая гордость учреждений культуры – это двойная стипендиантка Кристина Смирнова. В декабре на творческом конкурсе «Ангарские таланты» она удостоилась премии мэра округа, а совсем скоро в областном центре ей вручат премию губернатора при Ангаре. Кристина рассказала, что после выпуска искусство бросать не намерена и хочет продолжить обучение в Иркутском музыкальном колледже. Центральная детская школа искусств – это дом. Я тут живу практически, очень много времени здесь провожу. Я обожаю преподавателей здесь всех. Поэтому это дом. Я стараюсь много выступать, максимально много, где только можно. Участвовать в всяких конкурсах, проектах. По мнению педагогов Центральной школы искусств, уходящий год счастливый и удачный. Из 40 выпускников – семеро отличники. Центральная школа искусств для меня – это чувства, эмоции, друзья. Для меня Центральная детская школа искусств – это, наверное, мое детство. Потому что 9 лет упорного труда, много успехов. Сегодня эти маленькие звездочки говорят «до свидания» любимой школе. Но они не прощаются с музыкой. Ведь та любовь к инструменту и классическим произведениям, которые привели учителя, остается в их сердцах на долгие годы. Мария Константинова, Олег Левченко. Местное время. В Ангарске найдутся развлечения и для людей старшего возраста. В парке «Строитель» заработала танцевальная программа «Нам года, не беда». Ее организатор – клуб «Добрые встречи». В мае он отметил 20-летний юбилей. Все это время он объединяет тех, кто молод душой. Ведь танцевать три часа под открытым небом без перерыва могут только сильные духом. Зажигательно, свободно и раскованно. На танцполе только люди, кому за. Вот только в душе они все еще молоды, энергичны и беззаботны. Слаживается само по себе все. Вот открытие у нас всегда в белом. Ну, а там бывает такой праздник цветов, цветные платья есть. Вы приходите к нам, будете нас видеть. Всех еще раз праздником, всех удачи, благополучия, здоровья. Всего хорошего всем. Спасибо. Клуб «Добрые встречи» вот уже два десятка лет объединяет более 300 пожилых людей. Вместе отмечают праздники, делятся личными успехами, а летом в парке «Строитель» устраивают цветные вечеринки. Открытие сезона решили провести в белом. Во-первых, это красиво смотрится, когда все-все в белом. Во-вторых, это же все-таки торжественно. Я считаю, что белый цвет, это, ну, мне очень нравится. Постараемся сегодня сделать очень-очень интересное открытие. Программа «Нам года не беда» рассчитана на пожилых людей. Вот только глядя на таких танцоров, невольно сомневаешься в количестве прожитых ими лет. Все болезни и житейские проблемы уходят на второй план, когда звучит приятная музыка, а рядом задорно танцуют друзья. Наталья Хмелева, Мария Константинова, Олег Левченко. Местное время. Это были новости пятницы о культурных событиях региона и как с пользой провести выходные вам расскажет Мария Константинова. Ей слово. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Без возврата к основам культуры невозможно творить для будущего. Сергей Эйзенштейн. Здравствуйте, уважаемые телезрители в эфире «Новости культуры». Поговорим о пище для души и усладе для сердца. И начнем с самых важных событий. В Иркутске открылся второй международный театральный фестиваль «Байкальский талисман». За 10 дней жители и гости областного центра увидят 17 ярких спектаклей театральных объединений из разных стран и регионов России. Организатор творческой встречи «Иркутский тюз». Новинкой сезона станут выступления этнографических коллективов. И еще. Кино под открытым небом. Будут показывать в Иркутске все лето. Площадка областного кинофонда заработает 9 июня. До сентября зрители увидят около 20 фильмов. Это российские премьеры, ретроспективные ленты, классика и международные картины. А сейчас информация для тех, кто планирует культурный поход в ближайшее время. В субботу 3 июня в ДК «Энергетик» в 4 часа дня концерт народной студии «Аллегра». Билет в детство. 6 июня в день рождения великого русского поэта в «Нефтехимике» театр «Факел» проведет творческий вечер, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. Мы рождены для вдохновения. И на протяжении всего месяца в Ангарском округе работает развлекательная программа «Припаркуйся в лето». Городские парки превращаются в игровую зону. Развлечения предусмотрены для людей любого возраста. Что ты мне подаришь, лето, много солнечного света, в небе радугу-дугу и ромашки на лугу? Что еще подаришь мне, ключ, звенящий в тишине, сосны, клёны и дубы, землянику и грибы? Стихами Владимира Орлова сегодня завершим наш выпуск. «Здравствуй, долгожданное лето!» И будь не только в наших душах и на календаре, но и в реальности солнечным, теплым и богатым на самые интересные события. Я желаю вам бодрости духа и гармонии. И помните, в любой ситуации нужно вести себя культурно. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова